Итак, друзья, здравствуйте! Сегодня в рубрике «Встреча с мастером» я беру интервью Ксении Кашталёвой. Ксения рисует потрясающие яркие, сочные скетчи, которые хочется потрогать, в которые хочется войти, в которые хочется жить. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Ксения, ну начну сразу вас расспрашивать всякие, как вы вообще дошли до такой жизни, да? Как вас именно захватил скетч? Как вы пришли к этому стилю? Ну, у меня прошлое далекое, связанное с рисованием. То есть, ну, как я уже там раньше говорила, это было проф. обучение у меня, то есть там детская художественная школа, понятно, и Новосибирское государственное художественное училище по профессии дизайнера-терьера. Вот, четыре года я отучилась там, и потом поработала какое-то время, и художником-иллюстратором работала, и интерьерщиком работала, и флористом. В общем, очень быстро я вообще отошла от рисования. Видимо, просто переучилась в свое время. Вот, и спустя пять лет, примерно, ну, может, чуть меньше, ушла в декрет и решила начать заново рисовать. Ну, вот, ну, случайно увидела, что такое маркеры. Увидела это благодаря Амира Старгуевой, вот, и как-то прям подсела, подсела, и уже почти год рисую именно скетчи маркерами. А какими-то другими материалами рисуете? Может, там, акварель, те же самые скетчи, или вот прям маркеры, ваша любовь? Ну, вот, последний год только маркеры. То есть, как только появились у меня в руках маркеры, больше к другому я не прикасалась. Ну, вот, недавно акварель была, но как-то не особо я с ним дружу. Мне как-то прозрачность и многослойность, это не особо нравится. Вот, мне больше вот ярко, сочно, живо. Вот, ну, пробовала и гуашь, естественно, и маслом, и акрилом, и всем, чем угодно рисовала. В свое время, когда училась, я с мамой рисовали маслом и графические работы, то есть карандаш, уголь, соус, там, все вот такие черно-белые эскизные работы. И портреты были, и натюрморт, и что только не было. Ну, вот, видимо, я перенаскутилась в свое время. И сейчас, наоборот, пришла к эскизам и скетчам. Ясно. Интересно, мне, знаете, я всегда разговариваю с теми людьми, у которых маркеры, вот сколько у вас примерно штуков? Потому что, вот, по себе знаю, их купишь, набор, и остановиться невозможно, и докупаешься, еще один, еще, еще. Это уже, наверное, там коллекция? У меня? Ну, да, конечно. Конечно, я сейчас, сегодня как раз-таки пополнила ее, жду сейчас заказ, когда придет, еще на 35 штук. Вот, ну, начинала я где-то с 30, наверное, это были основные цвета, то есть там красный, желтый, синий, зеленый, все цвета, которые есть, по три оттенка. Вот, и потом со временем начинала добирать то, чего не хватает, какие-то там бледные цвета, наоборот, темные, более цвета. И сейчас у меня где-то около 100, наверное, маркеров, и еще вот 35 на подходе, и это еще не конец, потому что с каждым разом хочется больше и больше, не потому что, чтобы главное не были, чтобы вот собрать всю коллекцию, а постепенно, когда начинаешь больше руку набивать и больше рисовать, понимать, что тебе вот для более, например, натурального вида, там, например, апельсинки, там, или дерева, не хватает вот именно такого оттенка. То есть вроде бы у тебя есть зеленые цвета, но хотелось бы вот какой-то вот глубокий, более травяной, натуральный такой. И вот поэтому постепенно-постепенно тебе хочется все больше и больше, чтобы как-то совершенствовать работу свою, и там же они не смешиваются между собой. То есть акварель купил, стандартный набор, тебе, в принципе, его хватает, потому что ты там намешал, смешал и получил то, что тебе нужно. А с маркерами тут немного по-другому. Тут приходится все-таки докупать цвета, потому что ты их не смешаешь. Ну вот. Женя, расскажите про свою любимую марку маркеров. Какими вы пользуетесь? Я пользуюсь копиками. Я сторонник того, что если загорелся чем-то и захотел отрисовать чем-то, то лучше сразу покупать профессиональные маркеры, дабы не... Как сказать? Ну вот купите вы дешевые, они вас подведут. И то есть первое впечатление у вас будет испорчено. То есть сразу засохнет, не так смешается, не так ляжет. Много есть, кстати, таких вот фирм. Виста Артиста, по-моему, одна из них, насколько я не ошибаюсь. Вот. У меня девочка знакомая купила и очень долго ругалась на них, потому что не успев начать рисовать, они уже у нее засохли. Вот. Ну и чтобы как-то, наверное, и быстрее научиться, и быстрее понять материал, лучше покупать сразу уже известную марку. У меня тач и копик отличаются они, на мой взгляд, тем, что тач более суховатый. То есть для таких более, может, пастельных набросков. Ну хотя девочки рисуют и яркие, такие же насыщенные наброски. Но мне вот она показалась, они показались такие более суховатые, более такие как бледноватые даже. Вот. То есть не так жирно и ярко пишут, как копики. Ну вот, но копики моя, любовь, это понятно с первого взгляда. Вот. Только они теперь у меня. И только их и докупаю. Ясно. Ксения, скажите, каждый день рисуете? Или бывают? К сожалению, нет. Нет. А сколько времени в день трассы рисования? Ну, это как мне ребенок позволит. Вот. Ну, минимум полчаса, наверное, максимум часа четыре. Вот. Ну, и опять же, это не каждый день. Ну, если муж там пошел с ним погулять, или бабушки дедушка отвезли, то есть, ну, как-то... У меня даже дневной сон его, это скорее порисовать, сесть. Но не всегда получается, опять же. Вот. Ну, и рисую не каждый день. Хотя хотелось бы, конечно, каждый день рисовать. Иногда бывает даже, что я неделю не рисую. Ну, бывает творческий такой упадок, и тоже я сторонник не того, чтобы сидеть и выжимать из себя, лишь бы вот что-нибудь. А лучше отдохнуть недельку-две и начать с новыми силами. Ну, у вас база такая, что если недельку отдохнешь, то можно вернуться практически, наверное, без всяких последствий. А те, кто только начинают... Без потерь. Ну, пять лет у меня был перерыв. Как-то без последствий особо. Ну, понятно, что сейчас портрет, наверное, не нарисую сразу. Вот. Придется постараться повспоминать. А так... Ну, рука набивается, это, наверное, просто под корку уже откладывается, техника. И когда люди спрашивают, а как это нарисовать? А как ты это можешь взять и сразу нарисовать? А я даже не могу объяснить, как. То есть я начинаю как-то, как для малыша объяснять. Ну, вот видишь, тут вот есть кружочек в основе, здесь квадратик в основе. Вот так вот берешь и там штучка на штучку, и вроде как и получается. А когда рисуешь, я уже не думаю об этом. С чего начать, как начать. Как-то само собой уже. Поэтому большие перерывы здесь не особо сказываются. Это здорово. Ксения, скажите, а были какие-то переломные моменты в вашем творчестве? Какие-то основные вещи? Ну, да, были. Как раз таки, почему у меня был перерыв такой большой. Возможно, это было из-за чего. Когда ты учишься, почему я как раз таки на мастер-классе говорила, всегда фильтруем информацию, когда вам что-то рассказывают другие люди, которые уже там лучше вас рисуют или больше вас в этом понимают. Не надо никогда следовать от и до, прям вот как вам сказали. Надо одно запомнил, попробовал, твое, не твое, отсортировал. А когда нас учили в училище, там преподаватели такой старой закалки, и для них надо было научить так, как рисуют они. И вот тебе каждый свою линию гнет, и как-то вот особо выплеска своего творчества, потому что каждого видения-то свое, оно там не особо получалось. То есть ты рисуешь вот в рамках, постоянно тебя загоняют в какие-то рамки, и ты вот им, и их придерживаешься. И, возможно, мне это так надоело, что постоянно под чью-то дудку плясать, и под чью-то дудку рисовать. Хотя рисование – это вроде бы как как раз-таки выражение себя. И меня как-то, видимо, это задавило немного в свое время. Поэтому, когда я сама сейчас прохожу какие-то мастер-классы или схожу на вебинары на какие-то, я просто как такой наблюдатель со стороны больше, нежели новую информацию какую-то почерпнуть. Потому что меня сложно уже чем-то удивить. И чего-то нового я не нахожу для себя. То есть мне просто интересно посмотреть, как человек держит маркер, как он рисует, как он постепенно накладывает цвета. И сейчас я больше сама ищу для себя, как мне удобнее, как лучше. Поэтому я всем советую, не надо следовать вот прям от и до тому, как вам говорят. Чтобы как раз-таки не настал вот этот вот переломный момент, как у меня произошел. Ну, наверное, как раз та техника скетч, которую вы рисуете, она, наверное, самая экспрессивная, самая самобытная. Вот у каждого просто скетч, они настолько свои, настолько стиль узнаваемый, мне кажется, в вашем случае, что эта техника, она как раз, наверное, больше всего подходит для тех, кто не хочет таких рамок, хочет вот все смешать. Я дам какие-то очень интересные композиции, потрясающие, просто в этом стиле, они даются лучше всего. Ксения, скажите, а что вам лучше всего вдохновляет на творчество? Есть какие-то там свои моменты? Для меня очень вдохновляет работа других людей, которые мне очень нравятся. То есть в инстаграме у меня там целая подборка вдохновляющих меня людей, и насмотревшись на них, мне постоянно хочется тоже что-то вот. Хочу так же, хочу еще лучше, в основном, наверное, я смотрю на кого-то и хочу тоже расти, как и они, и хочу дойти до них. Вот это, наверное, самое главное вдохновение. Потому что, ну, посмотреть на какую-то красивую картинку, просто на красивую фотографию, ну да, ну хочется ее нарисовать. Ну ты ее в долгий ящик можешь откладывать, ну потом, ну вот время будет, нарисую. А когда следишь за кем-то и смотришь, что кто-то растет, тебе хочется так же быстрее, быстрее, быстрее догонять этих людей, чтобы не быть где-то ниже. Скорее всего, вдохновление, да, это, наверное, на успехах других людей у меня, вот, вдохновляющих успехом. Я не завидую, а наоборот, наоборот, хочется стремиться еще больше и добиваться, как они. Это здорово, на самом деле, я очень понимаю, о чем вы говорите, тоже смотрю, когда на чьи-то работы, на чьи-то там профили интересные, на чьи-то мероприятия, смотришь, ну господи, вот да, да, это здорово, что есть этот человек, и нужно вот стараться быть в потоке в этом же творческом. Тиня, последний вопрос. Можете ли дать какой-нибудь совет начинающим художникам, тем людям, которые только начинают рисовать, открывать себя в этом виде искусства? Ну, советов, может быть, даже несколько. Если хотите пробовать, обязательно пробуйте. Если сейчас маркеры, это такое модное веяние новое, и вы хотите рисовать ими, но у вас не получается ими рисовать по каким-то причинам, возможно, это просто не ваш материал. Ищите себя в другом. Обязательно пробуйте что-то новое. Не надо зацикливаться. Вот прям хочу маркеры и все, или хочу акварель и все. Покупайте все подряд, пробуйте все подряд, пробуйте рисовать на стенах, на полу хоть где, только не останавливайтесь. Никогда не нужно останавливаться, и никогда не нужно сильно себя критиковать, чтобы как раз-таки опять не загнать себя в какой-то кризис творческий. Лучше по чуть-чуть, но двигаться вперед. И не надо расстраиваться, что сегодня не получается, потому что завтра обязательно все получится. Ксения, спасибо большое за такую приятную беседу, такие вдохновляющие советы. Я прям, кажется, сейчас закончу с вами говорить, поэтому что-нибудь обязательно надо... На обоих рисовать. Да, на обоих, точно. Спасибо большое. Друзья, с нами была Ксения Кашталева, которая рисует потрясающие скетчи. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях к этому видео. С вами была Ольга Вольная и Ксения Кашталева. Счастливо, пока-пока. Всем пока. Продолжение следует...